здравствуйте все мои зрители друзья все кому какой-то мере интересны вот эти мои все видео я придумал такую новую форму и опять я продолжаю экспериментировать я записал как я рисовал эту картинку и я уже пытался по ходу комментировать то что я делаю и понял что но это достаточно сложно нет конечно мешает разговоры во время рисования хотя это очень интересно даже мне самому потому что когда рисуешь и пытаешься говорить объяснять то формулируешь свои действия это это очень важное это очень важное дело особенно при обучении уметь формулировать свои действия уметь формулировать свои задачи и даже то что ты уже сделал уметь объяснять ну это неразрывные процессы мысль мышления творчество это все едино а язык это собственно отражение нашего мышления поэтому мне смешны художники которые не могут что-то объяснить и я понимаю что там с творческим началом есть проблемы ну может быть речь сейчас не об этом преамбуле хочу сказать что вот этот мой эксперимент сейчас несколько иной я как всегда экспромтом кстати говоря уж простите я взялся рисовать картинку холодный зимний день у нас же все таки тут сейчас морозы какие-то аномальные стоят в иркутске под 40 градусов я бы и рад ходить но вот а не рисовать не могу это уже моя естественная потребность поэтому это я как бы извиняюсь за то что я это делаю по фотографии и сейчас я попытаюсь и оправдаться и объяснить и объяснить смысл этого рисования в том числе и почему по фотографии что в этом плохого что в этом хорошем почему это можно почему это нельзя и вот это новая форма то есть я записал а сейчас я поверх расскажу о том что я делаю и буду по ходу объяснять и вообще просто говорить что то все что сейчас мне приходит в голову ну естественно по поводу этого рисования сразу в очередной раз оправдание меня кстати говоря многие упрекают что я много оправдываюсь но ладно об этом попозже ну да опять я извиняюсь что это у меня не подготовленная такая акция я взялся рисовать потом думаю ну почему бы мне это не записать и просто вот экспромтов поставил сбоку камеру и начал записывать поэтому может быть не совсем такие комфортные условия кадры получается тем не менее все таки видно а мне именно многие пишут и говорят что вообще интересно смотреть как человек рисует при этом рассуждает и ну как я себя позиционирую рассуждает искренне все что думает без понтов так сказать ведь очень многих демонстраций и как вы видели там такие понты вот посмотрите какое крутой посмотрите вот как я умею человек смотрит восхищается там собственно фокусники работают и показывают такие почти фейки видео я думаю что я но это моя мой принцип скажем когда искренность в искусстве тоже об этом многое писал и говорил вот и здесь я тоже пытаюсь оставаться искренним я делаю из этого шоу такого великого не готовлю там особый свет мы делаем вот все естественно и если это все нравится кому-то а я вижу по лайкам вообще по отзывам по количеству подписчиков в конце концов что это нужно людям меня это удивило очень что это действительно нужно могут достаточно большого количества людей видит бог и мои друзья что я никогда не призывал подписываться на меня я никогда не делал из этого из того что я показываю в интернете во всех соцсетях я не предполагал что это будет популярно я в интернете с момента его появления вот как только появился первый начатки интернет и у меня был уже друг знакомый программист и компьютерщик и он мне принес тогда этот самый модем я уже я не знаю начало этого тысячелетия так примерно конец прошлого и никогда я я у меня два скажем так качество я с самого начала работая в интернете всегда был под своим именем я никогда не скрывался никакими никами вот и в результате моё имя стало как то вот если открыть google там достаточно вот это это не сама реклама такой естественно опять же искренние отношения к себе к своему имени и второе я поначалу и ты сейчас практически никогда не использовал вот эти соцсети все в которых я так или иначе участвую как бизнес как рекламу своего скажем творчество с я с самого начала в интернете видел свой архив и возможность общения то есть я заменяю этим отсутствие в общем-то общения моего такого в реальной жизни я достаточно одинокий человек принципиально причем не потому что это ненормальный у меня принцип что ну ладно это об этом может быть потом короче говоря вот для меня интернет это общение с единомышленниками или как я называю собеседниками слова беседен вот и самое главное я видел предвидел может быть в интернете возможность архива да вот такого медийного архива и я так подозреваю почти уверен что все-таки сюда перейдет вся вся наша информация ну собственно это все уже видит это так оно и есть правда вот наши власти как я тут я я это предрекал уже года два назад что они начнут поползновение на закрытие интернета тоталитарном феодальном государстве в котором мы сейчас живем конечно пройдохи пройдохом нетерпима гласность которая дает интернет коммунистическая причем гласность интернет изначально нам был задуман я так думаю вольно-невольно как такая коммунистическая девять вспомните еще ну совсем недавно лет пять может быть шесть-семь назад не было рекламы не было такого оголтелого торгашества в интернете как сейчас появилась ну они как тараканы лезут по всюду вообще интернет был создан программистами бескорыстными заради идеи и собственно вот я-то к интернету так и относился и десу и и отношусь до сих пор такой вот ну не пугайтесь слова коммунистическая это может когда-нибудь объясню свое понимание этого термина но вот такого общего доброго дела и я выкладывал свои все работы фотографии огромное количество все что делал я это все выкладывал во всеобщее пользование всегда ну с единственной припиской просьбы что ну конечно желательно чтобы имя указали люди когда берут и второе чтобы забирая работу используя работу они ее не переделывали да еще и под моим именем вот это уже дело нехорошее а так я бескорыстно делюсь всеми этими изображениями и всем на свете но естественно не для коммерческого использования я сам некоммерчески пользуюсь всем этим и отдаю людям то есть это на уровне обмена творчества на уровне обмена идеями вот интернет для меня всегда был таким сейчас он изменился сейчас многое изменилось сейчас вообще революция какая-то такое впечатление происходит с обществом но политика это немножко потом может быть и когда говорить сегодня у меня пробная такая запись вот наложение того что я думаю на то что я рисую не знаю наверное мои друзья ждали что я буду сейчас объяснять по рисунку по ходу что-нибудь то есть обучать ну я сейчас чтобы ваш вас не лишать так сказать ожиданий немножко поговорю и про этот рисунок непосредственно ну как видите я рисую сейчас здесь угольным карандашиком и пастелью вообще последние годы пленера так или иначе во мне отобрал несколько приемов рисования хотя пользуюсь очень разными средствами это моя беда кстати говоря я поэтому и учить так не очень годен потому что у меня нету рецептов меня я каждый раз каждый раз начиная рисунок даже вот такой маленький я экспериментирую то возьму разные карандаши другие то магу меня то формат меня то есть техника рецептура техники она конечно может быть в каждом конкретном случае но для меня это не принципиально и непредсказуемо не принципиально в каком смысле что мне без разницы чем рисовать это вот вы поймите все ждут рецепта что взять какой карандаш какой твердости там какую бумагу надо какую пастель да еще и какой фильм а я но поскольку я рассказываю свои работы в работе поэтому уж я буду часто использовать слова я и приводить пример я делюсь своим опытом а то меня тут кто-то упрекнул что будет чисто я очень часто говорю слова я я я но елки-палки но актор не я что я вот рассказываю почему я так делаю поэтому и извините буду рассказывать кому интересен мою слушать так вот я ну очень много рисунков сделал на каких-то промокашках на каких-то подручных бумажках я вообще достаточно близок по своему пониманию творчества такому экстремисту полу бомжу в искусстве анатолию зверю погуглите если не знаете да я когда про него почитал узнал давно еще на видимо сразу после его смерти начались публикации давненько я обнаружил родственную душу и вот его преданность этому делу и так далее ну конечно человек необычайно странный вес но тем не менее вот его искренность а и его отношение к творчеству мне очень близки это я у него взял свой лозунг назвать свое кредо точнее название стиля вот да но это шутливая конечно ну какая это такая серьезно позиция он называл себя гармонистом но он и по внешности по облику и по образу жизни был самым настоящим гармонистом ну человек такой русской традиции любил выпивать любил компании по сути дела почти бомжевал и приходя в гости к людям рисовал все что чем под руку попадется вот и оставлял эти шедевры людям и сегодня эти люди с этими незамысловатыми картинками стали богачами потому что анатолий зверев считается гениальным художником чьи работы продаются очень дорого он об этом навряд ли когда не думал вот об этом то и речи кстати говоря а в то время но газета лежит до в которой была селедка завернута на газете рисовал а чем рисовал да под руками ничего нету в пьяной компании но окуркам или макал там что-нибудь в варенье или еще что нет но не всегда конечно до такой степени но очень часто собственно не заморачивался чем рисовать это признак гения да я себя гением великим не считаю но я близок к этим ко всем принципам и потому что я смотрелся мне действительно всегда интересно творчество вот самое главное что нужно понять и что я понял опять делюсь извините за слово я что люди по-разному конечно делятся на разные группы социальные всякие разные по все по очень многим критериям но один из главных может быть основополагающих критерий людей разделение до разделения пожалуй даже ведь не я сделал это и в писании там библии и любой религии любом опыте и любой практике философской люди разделены и вообще дела их цели разделены на две категории люди на авторов и потребителей ну или как это у христиан на богоподобных и на животных или там это называют проще баранами агнецами но по сути по форме то так и есть люди живут либо инстинктами животными очень очень многие либо они творцы но и этот тема тоже она и длинная и интересная об этом можно говорить а я опять как всегда ухожу в какие-то философии от практики я знаю что все кто наблюдает сейчас большинство ждут от меня полезных советов и не планировал делать урок и тем не менее но коротко я расскажу что и чем и зачем я делаю и так немного о материалах угольный карандаш который я выбираю в магазине если покупаю это потверже да они делятся на твердые или вот джаконда сейчас это тоже почти угольный карандаш у него другая фактура немножко эту смесь карандаша с графитом смесь угля с графитом или там еще что то но он он как угольный но в то же время он еще тверже не такой уж мягкий материал вот и пастелька в коробочке вот видите она у меня россыпью и мелкими этими это для моих миниатюр и собственно вот эта коробочка жестяная мне позволяет делать вот эти миниатюрки размер бумаги видите да а пятого формата я себя очень ругаю что я к нему привык потому что тут ведь какая история вот все что я сейчас рисовал можно было бы нарисовать там и на третьем формате времени бы до это ушло не намного больше не намного только лишь там на физические размахи руки а по так сказать творческому вкладу вообще тоже самое и далее вот хитрые художники они рисуют на больших форматах а я вот рисуем таком маленьком не знаю мне это с одной стороны удобно мне это приятно я ведь график миниатюрист скажем так я иллюстратор поэтому этот формата 4 5 максимума 3 это мои так сказать родные форматы я от этого очень страдаю потому что на выставки не попадаю но такова уж нынче моды или как это теперь модно называется тренд по-прежнему на арт рынке востребованы огромные полотна для интерьеров салонные холст масла обязательно но это вот такая фишка у наших покупателей в наших галеристов у всех по крайней мере да действительно графика она не в почете я предлагал богатые хорошие коллекции нашим галеристам у меня была коллекция и никак не мог продать гравюр советского периода 100 листов предлагал очень дешево нет графика не котируется у них в общем обо всем об этом и о материалах и о проблемах и о том что насущно у живого художника я буду рассказывать вот в подобных своих видео рассказывать по ходу рисовать что-то показывать будут специальные уроки будут тематические ну а сегодня вот такая преамбула вступления извините если не оправдал ваших надежд но обещаю что это все подготовка к нашим встречам которые должны по моей задумке быть все разнообразнее все интереснее и полезнее всего доброго до свидания